Приветствую вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегеты с наступлением Великого Поста. У нас, как это ни странно, наступает особое духовное торжество, потому что это время, когда все мобилизуется. То есть, когда вот нет Поста, то мы немножко так вот расслабляемся, вот здесь вот себе там немножко что-то позволю, тут вот так вот отдохну там, и в таком полурасслабленном состоянии. А Душа, она в итоге оказывается придавленной грузом этой всей земной суеты, и вот Пост, он позволяет нам высвободить Душу, высвободить то лучшее светлое, что, несомненно, находится в душе каждого из нас, и вот помогает этому именно Пост и молитва. Как бы два крыла Поста-молитва, два крыла, которые помогают птице перелететь в бушующее море и достичь иного берега, спастись. Так вот, братья и сестры, у нас молитва, молитва преподобного Ефрема Сирина, и, пожалуй, это вот такая, это как бы символ даже Великого Поста, да, этой молитвой мы молимся во время Великого Поста, но сразу скажу вам, что нет никакого запрета на то, чтобы в любые другие дни, не только Великим Постом, произносить эту молитву, молиться ей. Если она очень близка, дорога душе, то почему ею не молиться вот как можно чаще? Вот, скажем, Великим Постом, когда суббота и воскресенье, то богослужение в храме, оно не постовое, но дома мы как раз можем читать, произносить эту молитву вместе с земными покаянными поклонами, а в храме она произносится на буднях. Поэтому, если хотите вот почувствовать вообще вкус Великопостного богослужения, то обязательно приходите в будние дни, иначе, если только вот по субботу и воскресенье, да, то там не особо вот что-то есть от Великопостного богослужения. Вот обязательно выделяйте какое-то время, как-то вот с работы, я уж не знаю, как там, ну, договаривайтесь, но на Великопостном богослужении быть именно на буднях. И молитву преподобного Ефрема Сирина надо, конечно, знать нам наизусть и почаще произносите. Она, кстати, даже вдохновляла Александра Сергеевича Пушкина, знаменитое его стихотворение «Отцы пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочны, чтобы укреплять его средь дольних бурь и битв, сложили множество божественных молитв». Вот, кстати, Александр Сергеевич, если не ошибаюсь, он пишет это чуть ли не за год до смерти, вот он, очень много у него было тем уже таких духовных в его творчестве, он направлялся ко Господу своей душой, своим сердцем, и как-то вот сердце у него просило, прозревал, да, что в этом есть некая ценность. И вот он перелагает молитву преподобного Ефрема Сирина, вот он говорит, да, вот «Отцы пустынники и жены непорочны, они много молитв сложили, но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет в одни печальные великого поста». Ну, конечно, для нас они не такие печальные дни, но это Александр Сергеевич такие вот эпитеты поэтически употребляет, «Всех чаще мне она приходит на уста, и падшего крепит божественные силы». Ну, и нас она, конечно же, тоже крепит, дает нам духовную бодрость, поэтому мы ее и произносим. И вот, братья и сестры, эта молитва, она имеет вначале обращение, потом три прошения, причем в первом прошении мы просим, чтобы Господь избавил нас от духа каких-то вот страстей. Дух страстей имеется в виду как некий вот настрой души нашей, что вот человек привык там гордиться, привык унывать или празднословить или еще чего-то, и как бы дух у него такой, вот «Ты, Господи, не дай мне этого духа, то есть избавь меня». Потом во втором прошении просим, чтобы Господь нас наделил какими-то добродетелями, духом каких-то добродетелей, то есть освободившись от духа страстей, стяжать дух добродетеля. А в третьем прошении мы просим, чтобы Господь, он как бы подал нам те, и помог нам закрепиться вот на тех духовных ориентирах, которые приведут нам ко спасению. Ну, сейчас скажем, и вот мы молимся «Господи и владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашьми». И в храме мы тут же земной поклон совершаем, поднимаемся, да, и вот мы говорим, что «Господи, Ты владыка нашего живота, то есть Ты владыка нашей жизни, владеешь всем, что есть в этом мире, во всем твой промысл, и Ты всемогущ, поэтому дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне. То есть прежде всего избавь меня от праздности, от духа праздности». Почему так? Потому что по святым отцам праздность – это матерь всех пороков. Вот если ты думаешь, что ничего не будешь делать и не согрешишь, то это не так. Как только человек расслабленный, сидит там на диване, ничего не делая, гуляя умом туда-сюда или тем более перед ноутбуком, там в смартфоне или где еще, и у него он теряет трезвение. Тут понимаете, как почва, которая оставлена невозделанной. И невозделанная почва, она рождает сорняки. Вот так и в праздном состоянии возникают греховные помыслы, рассеянность. Ум начинает скитаться туда-сюда, какие-то плотские, вообще греховные пожелания, и ты просто-напросто очень быстро впадаешь в какие-то грехи, искушения, соблазны. Поэтому прежде всего, вот если хочешь по духовной жизни шествовать, то отсекай праздность. Второе – это уныние. И уныние, оно на самом деле, что такое? У святых отцов достаточно, по-гречески они как говорили, это акидия, это как бы дух такого вот расслабления на все доброе. Вот это первое такое проявление уныния, что человек, вот мы сказали праздность, да, он, например, вот допустим, близкий человек попросит вас помочь, а вы скажете, да мне там некогда, у меня сил нет. А потом вдруг рассмотрите какой-то фильм интересный, и тут же силы появились, побежал там смотреть или еще чего-то. То есть человек быстро находит силы на что-то вредное для себя, на какое-то развлечение, а вот сил на добро у него нет. И вот он сидит дома, унывает, как бы киснет, думает, чем себя занять. Это потому, что внутри пустота. Это вот одна сторона уныния. А другая сторона – это когда человек, допустим, предавался каким-то грехам, и следствием всякого греха у него как раз появляется уныние, тоже как пустота, опустошение. И вот противостоит унынию вообще добродетель трезвения, то есть стоять как бы на страже ума своего и сердца своего, чтобы не допускать никакого греховного помысла. То есть если вот ты против праздности борешься, то дальше вот старайся трезвением отсекать всякие там печальные, грустные помыслы, расслабление. И день организовывай сразу, начиная с молитвы. Не так, как мы утром просыпаемся, у нас рука сама уже тянется к телефону, новости какие-то отслеживать, потом сообщения. И мы погружаемся в эту суету, и как вот снежный ком нас раскатывает, раскатывает, потом уносимся непонятно куда, и потом смотрим уже, а Бог, Он вообще есть или нет. То ты верующий, то ли ты неверующий, а потому что ты не молишься Богу. Вот если ты Богу не молишься, то в тебе вера оскудевает. И когда оскудевает вера, то будет уныние увеличиваться, как будто бездонная пустота внутри, потому что сердце человеческое, оно предназначено именно для благодати Божией. И кроме благодати Божией, ничто сердце человеческое не насытит. И не имея вот этой духовной, небесной пищи, ты будешь испытывать голод, тоску, беспросветность. Вот это и есть уныние, от которого мы и просим, чтобы Господь нас освободил. Любоначалие. Любоначалие на самом деле, вот пусть никто не думает, что это страсть, которая относится только к начальникам, которые любят начальствовать, как раз нет. Начальники, они зачастую там мучаются от того, что у них там полно этих обязанностей, все их ругают, и они сами это понимают. А любоначалие – это вот в каждом из нас живет хотя бы маленькая доля такого авторитаризма. или в семье, да, или там вот где-то еще, когда мы считаем, что вот прав только я, а все остальные – это так вот уже второстепенно. И любоначалие – это прежде всего, конечно, был грех Деницы, который захотел начальствовать над ангелами, быть выше всех вместо Бога. То есть не понимая, что только Господь, Он единственный царь царствующих, Господь господствующих. И поэтому, когда мы допускаем себе вот некое любоначалие, страсть такой, показать себя выше, показать себя лучше других, вместо того, чтобы сделать самому, заставлять другого, и в этом проявляется такое вот любоначалие. Вспоминаю, как… И такой человек, он не будет никогда счастлив, он не будет никогда доволен, всегда на кого-то раздражается. Вот как преподобный Силан Афонский говорил, что если гордого человека поместить в рай, то он и там не будет спокоен, ему и там будет плохо, потому что он скажет, а почему я вообще не на первом месте? То есть, человек, который привык к любоначалию искать себе везде первенство, он и в раю испытает какую-то муку, терзание, потому что хочет везде ставить себя выше других. И вот мы просим, чтобы Господь спас нас от этого духа, от этой змеи. Вот как у Пушкина Александра Сергеевича сказано, любоначалие змеи сокрытой сей, и празнословие не дай душе моей. Празнословие, действительно. В первом прошении мы просим, чтобы Господь не дал нам еще и духа празнословия, потому что наши слова – это показатель, что у нас в сердце. Вот человек, он познается по своим словам. И если на словах у тебя что попало, или какая-то грязь, какая-то скверна, или пустые праздные фразы, смехотворство, надсмехательство, издевательство, то значит, вся эта беда, она и сидит внутри твоего сердца, и сердце подобно какому-то болоту или отхожему месту, из которого что-то выбрасывается через уста наружу, и от этого никому лучше не становится. То есть, хочешь победить самого себя, постарайся преодолеть себя хотя бы в слове. И дальше, во втором прошении, вот мы помолились, мы сделали поклон, мы говорим после этого, «Души целомудрия, смиреномудрия, терпения и любви, дарами работаемым». Прежде всего, целомудрия, причем целомудрие, оно понимается двояко в христианской аскетике. Целомудрие – это прежде всего здравомыслие нашего ума, нашей души, и это непорочность нашего тела. Есть вот некое внутреннее наше сокровище, которое нельзя расплескивать, которое нужно сохранять в чистоте, и вообще шествовать по пути христианской мудрости. А мудрость в том, чтобы не осквернять свой ум и не осквернять свое сердце. А есть также целомудрие внешнее, которое выражается в телесной непорочности, в том, чтобы не допускать никакой греховной связи. И, в общем-то, рано или поздно каждый человек, он приходит к этому выводу, что целомудрие – это сокровище. У кого-то оно уже утраченное, но через покаяние оно, кстати, способно возвращаться, то есть нецеломудренный, он способен стать целомудренным. Так же, как и целомудренный может утратить этот дар, поэтому мы и молимся, чтобы Господь укрепил нас. Потому что не нужно обманывать самих себя и думать, что мы такие стойки, что мы никогда там не согрешим, потому что бывали даже святые люди, которые вели вроде бы святой образ жизни, потом они впадали в блуд, и одни отчаивались, а другие через покаяние все-таки восстанавливались, и Господь их спасал. И самые основные искушения, которые идут человеку, как только он возрастает и приходит в возраст юности, это именно плотской грех, грех, который тянет к вкушению запретного, и запретного именно в плотской сфере. Поэтому целомудрие – это то, прежде чего мы и должны просить у Бога, чтобы Господь уберег нас от дьявольских таких вторжений, уберег от нечистоты и сохранил наш и внутренний, и внешний сосуд в целости. Смиреномудрие – это… Святые отцы говорили, что смиреномудрие – это одеяние божества, это добродетель самого Господа, и как-то вот многие люди этого не замечают, что как так, ведь в чем смирение Божие? А смирение Божие – оно во всем, потому что Бог себя никому не навязывает, в Боге нет ни капли гордости, гордость – это дьявольское свойство, а Господь по смирению Своему, Он себя как бы прикрывает часто, подавая благо людям. Даже когда совершаются какие-то чудеса от Бога, они совершаются не напоказ, сокровенно, и о них никто не трубит по закоулкам, и вот поэтому, когда сам Бог воплотился, то в лице Христа мы увидели необычайный пример смирения, и кто стяжал дух смирения, тот стяжал и мирную душу, потому что смирение и мир – однокоренные слова. Хочешь спастись – постарайся прежде всего стяжать смирение. И вот преподобный Сюлана Фонский, о котором мы уже упомянули, он говорил так, что те, кого Господь берет в рай, там даже меньшие, они радуются, когда видят больших, потому что знают, что в меньших тоже пребывает Божья благодать, и Господь к тому и призывал, чтобы каждый и считал себя меньшим. Но достичь этого невозможно, если у тебя не будет терпения, поэтому мы у Господа просим терпения. А терпение – это, знаете, это как такой вот раствор, который закрепляет. Вот если вы строите здание и не на бетоне, если вот конструкции, они не будут опираться, и вначале, конечно, раствор приготовляется, и потом он затвердевает, вот так вот терпение, которое дает прочность всему строению. А если не будет терпения, все развалится. То есть человек может быть талантливым, он может быть умным, может быть начитанным, но не имея терпения, он не достигает успеха, потому что не научился преодолевать трудности. И вот терпение – это такая от Бога способность претерпевать то, что кажется подчас даже запредельным, невозможным. И в конечном итоге, я даже приоткрою такой секрет, что святые отцы говорят, когда душа спасается, душа спасается именно тогда, когда ей приходится терпеть что-то невыносимое. Вот если ты просто, ну вот, там погода какая-то плохая, да, или там не успел на автобус, вот это терпишь, это все недостаточно. А душа спасается именно тогда, когда она терпит то, что ей кажется совершенно невыносимым. Ну, например, вот семья, и живут там супруги, а потом наступает какое-то искушение, и кажется, что все, вот, ну как можно с ним жить, да, как его можно терпеть, выносить, и лучше все порушить, пойти там еще какую-то создать семью, а потом становится только хуже, если человек поддался на это искушение. Почему так? Потому что вовремя не было терпения. И вот мы просим, чтобы Господь укрепил нас духом терпения, и этот дух терпения что означает? Что вот сразу не рушь все, остановись, понеси то, что дано, потому что это от Бога. Пройдет какое-то время, Господь подаст тебе некий просвет сначала, а потом ты увидишь и смысл в том, через что ты проходил, потому что нет ничего случайного, что могло бы с нами случиться. И терпение, терпение, оно как бы служит неким таким духовным оправданием всех трудов, которые мы понесли до этого, и в конечном итоге даже оборачивается особым благодатным венцом от Бога. И, конечно, мы просим любви как некой такой вот заключительный добродетель во втором прошении, потому что без любви все теряет свой смысл. Ну, представим, что человек какой-то выстаивает службы, соблюдает строгий пост, даже, может быть, благотворит кому-то, но при этом не имеет ни капли любви. И это просто вот ужас какой-то. Он и сам мучается от того, что у него нет любви, и он никого не может согреть рядом с собой. И все беды мира, которые происходят и происходили, и будут еще происходить, они только потому, что люди не имеют духа любви. А дух любви, он согревает тех, кто находится рядом. Он служит неким огоньком, привлекающим тех, кто находится вдали. И любовь – это вот то самое сокровенное, ценное, что способно спасти человечество. Поэтому мы и просим у Господа, чтобы он даровал нам дух любви. После этого мы тоже кладем земной поклон, и уже в третьем прошении мы обращаемся к Господу показать нам некие ориентиры, к которым мы должны следовать, чтобы прийти ко спасению. И мы просим так. «Ей, Господи, Царю!» Вот вначале, кстати, вот это обращение, что Господь наш Царь. Не страсти должны над нами царствовать, а царствовать в нас должны добродетели, которые от Бога. «Ей, Господи, Царю, даруй ми, зретьте моя прегрешение, и не осуждайте брата моего, яко благословен и си во веки веков. Аминь». Третий, кладем поклон. И мы просим, чтобы Господь… Вот какие тут ориентиры нам подавляют? Прежде всего, самое главное, это чтобы мы научились видеть свои согрешения. Потому что если ты видишь свои грехи, то ты перестаешь как бы замечать грехи другого, и, соответственно, перестаешь превозноситься над ним. Если ты видишь свои грехи, то ты знаешь, в чем каяться перед Богом. И ты понимаешь, что Господь Иисус Христос, Он именно твой Спаситель. Не просто абстрактно Он Спаситель из каких-то древних текстов, Евангелия, а Евангелие – оно живое свидетельство. И Он Спаситель лично меня, вот от тех грехов, которые я допустил. Вот как преподобный Симеон Новый Богослов говорил, что чтобы пришел врач, надо бы призвать его. Чтобы призвать, надо бы увидеть свою болезнь и почувствовать ее. Вот если не увидишь свои болезни, то не поймешь, зачем тебе нужен врач. Если не увидишь свои грехи, то не поймешь, зачем тебе нужен Спаситель. Поэтому мы и просим. А мы же этого не видим, и вот не знаем, в чем нам кается, не знаем, что в себе преодолевать. К великому сожалению, человеческая душа, она подобна, знаете, такому огромному возу, где внутри очень много всякого хлама, но при этом оно прикрыто каким-то полотном непроницаемым. И снаружи кажется, что вроде бы это все прилично. А внутрь заглянуть у нас не удается. Вот если бы мы заглянули внутрь, мы увидели, сколько много там безобразия, какие лукавые двуличные мысли, насмехательство над другими, зависть, превозношение и прочее, 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 всякая нечистота. И во всем этом надо каяться, чтобы освобождаться. Поэтому мы и просим, Господи, Владыка, живота моего, Господи, Царю, даруй мезреть и мое прегрешение, и не осуждайте брата моего. Почему не осуждать? Потому что если осуждаешь другого, то и сам будешь осужден. Не судите, да не будете судимы. Не осуждайте, не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. И вот поэтому молитва, она так и завершается, чтобы не осуждать, иначе все теряем. Поэтому вот просим, чтобы Господь дал нам дух осмирения, чтобы он научил нас видеть наши грехи и не осуждать никого. И за время Великого Поста было бы просто вот замечательно, если бы каждый из нас за это время научился вот не говорить ни о ком ничего плохого. Вот поставить такую задачу себе, что каждый день Великого Поста отслеживать, что ни о ком я ничего плохого не произношу. Ну и, соответственно, нигде не пишу. И тогда вы увидите, какие изменения произойдут в душе к празднику Святой Пасхи. У нас воскреснет что-то светлое, да, а вот это мрачное и темное, оно просто исчезнет, испарится как отъявление Божественного Света. После молитвы мы обычно еще произносим 12 молитв, Боже, очисти меня грешного, с поясным поклоном, а после этого уже всю молитву полностью. И таким образом, вот когда ты ее произносишь, то действительно в душе как будто что-то раскрывается перед Богом. Это одна из лучших покаянных молитв. Так что, братья и сестры, постараемся произносить ее дома каждый день, утром и вечером, да, поскольку вот пост великий, это дело просто самое лучшее сейчас с покаянной молитвой. Постараемся отходить от всех каких-то мирских тревог, конечно, мир неспокоен, да, но рядом с нами есть Господь Бог, который ведет своим промыслом людей, который проводит через духовные испытания. Если мы не спасем свои души, то ничто внешне не будет иметь для нас значения. Поэтому очищай свое сердце, спасай свою душу, и Господь устроит все так, как и нужно, устроит все согласно Божественному промыслу. По молитвам преподобного Ефрема Сирины, да сподобит нас Господь от самого сердца искренне произносить эту удивительную покаянную молитву. Храни вас Божие, дорогие братья и сестры! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok